Залаш такой, что его не узнать. И кто-то красиво его смог убрать. Мы будем шутить, веселиться и петь, и сказку волшебную будем смотреть. Молодец! Вместо врачей в белых халатах Дед Мороз и Снегурочка, вместо горьких пилюль – сладкие подарки. Главное желание для этих ребят – это, конечно же, здоровье. Они вынуждены провести новогодние праздники, хоть и в самой лучшей в области, но всё-таки в больнице. Чтобы поддержать боевой дух ребят, попавших в медицинское учреждение в канун самых долгожданных праздников, Новый год устроили ребятам прямо в отделении. Для нас оказалось сегодня большим сюрпризом, что приехали, поздравили деток, устроили концерт, подарили очень хорошие подарки. У детей появилось новогоднее настроение, они хоть немножко улыбнулись, им стало гораздо веселее. По традиции марафона «Добра наши дети» представители власти уже много лет в канун Нового года заглядывают в Гродненскую областную клиническую больницу со сладкими угощениями и сюрпризами. Это важно, ведь не все больные дети смогут провести праздник в домашней обстановке. Здесь малышам окажут всю необходимую медицинскую помощь в полном объёме. Для этого здесь созданы все условия. Но так важно окунуться в новогоднее волшебство. Здесь у нас находится и современная операционная, и у нас здесь и современная реанимация, у нас здесь и МРТ, и КТ. Всё то, что сконцентрировано для наших детей, чтобы им здесь было максимально комфортно. В преддверии такого праздника, конечно, хотелось уделить такое внимание, поздравить их с этим наступающим Новым годом, чтобы они не болели, а были всегда здоровыми, улыбчивыми и весёлыми. Учащиеся средней школы номер 40 города Гродно решили принять участие в благотворительной акции «Добрый снеговичок» и подарить новогоднее чудо детям, которое долгое время находится на лечении в онкоцентре в Боровлянах. Шить снеговичка, связать варежку или носочек – такой способ поздравить нуждающихся в поддержке детей, находящихся на больничной койке, учащиеся школы выбирали сами. В итоге, чтобы сложить все игрушки, понадобилось несколько огромных коробок. Около 250 подарков мы отправляем в Минск. Здесь дети не только нашей школы и родители, но и жители микрорайона приходили. Вы не представляете, сколько добрых людей хотят действительно помочь, поделиться своей теплотой, своей улыбкой и передать это детям, чтобы они быстрее выздоравливали. К слову, гродницы уже не первый год принимают участие в новогодней акции «Добрый снеговичок» и дарят частичку своего сердца детям, которые проходят долгое лечение от онкологии. В результате сотрудники социально-благотворительного учреждения «Центр Пора» из Гродно в Боровляны в канун Рождества отвезли целую гору новогодних подарков. Это очень приятно, потому что это то, чему учимся мы все – быть добрым каждый день. И благодаря этим ребятам, школьникам, благодаря их родителям, благодаря педагогам, которые подхватили эту акцию, мы понимаем, что культура благотворительности формируется нами, нашими руками, нашими действиями, нашими событиями. Я думаю, что у нас получится в этом году одарить не просто ребенка, который сейчас нуждается в поддержке, а семью. И это очень важно. Каждый из нас сам решает, как и кому помочь перед Рождеством и Новым годом. Подарить немного тепла больному малышу или стать участником любой благотворительной акции. Время дарить добро продолжается. Юлия Сорока, Алла Внучко, Сергей Печерица. Новости Гродно+.